Только что обстреляли в Каменобровский район, попали в жилой дом с позиции металлиста, откуда-то оттуда, Луганск, около точное время 4 часа вечера, 4.10 Сюда идите, посмотрите, видно дым. Вот сейчас это бой где-то идет в районе металлиста и Шишкова, это между Александровкой и металлистом, желтая, где-то в том районе. Вон видите дым, попали в жилой дом, да получается? Да, это в жилой дом попали, это в жилой дом попали. Ну отсюда же до металлиста, насколько я знаю, в древней фронта как минимум километра 3-4, да получается? Да, 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 это если отсюда идти, это пешком минут 40 можно идти, прямо именно с этого места. А как же они умедряются так косить-то, а? Ну, я не знаю, это корректировщики, наверное, ихние такие, украинской гвардии, что просто неправильно прицел дают, ну как правильно сказать, я не военный, я не могу правильнее, точнее сказать. Ну, что сказать, моего одноклассника сестру убила, немножко ниже, в дом попала мина, убила ее. Взрыв был, конечно, ну как, не очень такой и сильный разрыв, дома так не повредило, ну она, все, конечно, до свидания, девочки. Представители так называемой террористической операции эти заявляют, что они города не бомбят, а бомбят это все сепаратисты. Что вы по этому поводу можете сказать? Нет, вы понимаете, вот возьмем наш, вот это Каменобродский район, много наших ребят, моих друзей, которые именно в ополчении нашем, в нашем ополчении. Если так вот сказать, как они будут свои семьи рушить, свои дома бомбить, это, ну, это просто логика не позволит. Это просто именно украинская гвардия или правосеки эти лупят. А как их, что они вообще, какие цели преследуют? Они же прекрасно понимают, что они не попали. Они выполняют просто приказ, и дело в том, что я не знаю, откуда информация была, они немножко, какими-то наркотиками немножко подкормлены. То есть им без разницы, да? Им без разницы, да, куда, что, чего. Понятно. Вообще, по поводу этой операции антитеррористической, хотят зачистить же город Порошенко. Нет, мы не дадим, Камурот мы все равно не сдадим, мы Луганск не сдадим, это однозначно. Однозначно, мы поднимемся все равно. Мы поднимемся, мирные жители, мы даже будем подниматься. Против Порошенко это однозначно, я лично против пойду. То есть, и все, получается... У меня внучка 4,5 месяца, вот под бомбежкой я вот ношу, я ее хаваю. Мне бежать некуда. Вот в дом дым еще раз покажем. Ну это где-то в районе 10-й продольной. Опять бьют. Где-то в районе 10-й продольной дым идет. То есть, большинство жителей здесь остались? Очень, большинство, очень большинство жителей. Жителей остались очень большинство. Большинство жителей остались. А вот такими вот, говорят, что есть версия, по крайней мере, что такими ударами в жилые массивы они пытаются стимулировать население уезжать отсюда. Они добиваются такой цели? Вы знаете, мое мнение, скорее всего, они добиваются этого, чтобы просто выселить отсюда и сделать типа поле боя. Но вот после этой бомбежки вы со своей семьей планируете уезжать? Вы планируете уезжать? Нет, нет, я не буду. Я лучше здесь, за свою землю погибну. И буду за своих родителей, за свою землю я буду биться. Ясно, спасибо. Вот еще один дом, смотрите, горели. Слинили. Взрыв тоже был. Всего по Каменобросскому району выпустили. Последние два часа. Снарядов, наверное, 5 или 6. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...